Всем привет, дорогие друзья! Айхан! Мы в Диар Бакыре. Сейчас приехали на железнодорожный вокзал. И от железнодорожного вокзала идем на автобусную станцию, чтобы доехать в Мардин. Сначала мы едем в Мардин. Идти буквально минут 10, но, друзья, плюс 33 градуса. Ни тенечка, ничего. Видео из самого Диар Бакыра вы увидите в следующем, потому что сегодня мы едем в Мардин. Завтра возвращаемся в Диар Бакыр. И послезавтра уже в Анкару и обратно в Аланью. Город Диар Бакыр, кстати, очень большой. Здесь проживает более двух миллионов человек. Один из самых больших городов восточной Турции. В общем, исследовать будем завтра. Спустя 15 минут мы дошли до вот такого небольшого Атагара. И, видите, едем из Диар Бакыра в Мардин. Автобусы, мне кажется, ходят здесь каждые, ну, точно полчаса. Посмотрите, огромное-огромное количество вот таких вот микроавтобусов. Ну, конечно же, друзья, если вы поедете по нашему пути, пишите мне в личные сообщения. Я вам дам все точки на карте, где находятся эти вокзалы, потому что в интернете найти их невозможно и нужно спрашивать у местных. Ну, а мы загружаемся в автобус и едем в Мардин, в который я мечтала попасть 5 лет. Спустя 3 часа, друзья, из Диар Бакыра мы добрались до Медиата. Цена билета 30 лир. И сейчас мы начинаем путешествие по этому старинному городу. Посмотрим, расскажем, вам стоит сюда ехать или нет. Здесь очень много старинных домов. Сначала пройдем одну часть. В общем, смотрите сами. Говорят, что эти дома датируются началом 13 века в Медиате. Они очень хорошо отреставрированы и многие превращены, но помимо того, что они остались жилыми домами, они также превращены в гостиницы и в музеи. Каждое здание здесь представляет собой произведение искусства. И вот, смотрите, к сожалению, нет вывесок. Я не могу сказать, когда построена была эта церковь, но внутри она выглядит вот таким вот образом. И вот они начинаются, старинные дома. Конечно, очень жарко, но это того стоит, чтобы сюда приехать и посмотреть на эту красоту. Да, Айхан говорит, что нужно в июле приезжать. Или в мае, а в сентябре или в мае, для того, чтобы было не так жарко, но сейчас очень уж и жарко. Каждый дом представляет из себя просто произведение архитектуры. Здесь до сих пор делают хлеб. Традиционным способом мы обнаружили вот такой вот тандыр. И несмотря на то, что этому городу много-много веков, здесь живут современные люди с современными вещами, телевизорами и так далее. Ну и, конечно же, интернетом. Таким вот образом, видите, здесь проведено электричество, потому что в землю его еще не зарыли. Многочисленные улочки. Ну, запутаться, конечно, здесь нереально, потому что у нас есть карта. Но хотелось бы попасть в один из этих домов и посмотреть, как и что там выглядит. Друзья, не хочется наглеть, но я нашла вход в один из домов. Может быть, здесь гостиница. Но, скорее всего, здесь... Друзья, нам нереально повезло. Нам разрешили зайти в один из этих домов. И, как всегда, в Турции это происходит очень просто. Мы спросили у мальчика, мальчик привел нас в свою семью. В общем, показываю вам, как выглядит один из таких традиционных домов. Вот здесь вы видите вход. Дальше за вот этой вот занавеской вход в дом. А здесь вход наверх, где находится летняя веранда. Привет! 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 Сейчас я вам покажу, что находится наверху. Здесь обычно летом отдыхают, вечером. Видите, расположены такие баки, наверное, для воды. И можно подняться на самый верх. Еще одна крыша. И виден весь, и виден отсюда весь старый город. Просто потрясающе. Ну, а с другой стороны крыши... Вот такой вот вид открывается на улице. Мальчик сейчас будет доставать голубей у них. Свой голубей. Свой голубей. Прекрасный! Он хренит! Хренит! В ges 후ях! Они будут еще разговаривать? Да. Все. В вас? Все? Все. В? Все. Все. В? 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 Бегай, бегай. А я клардаши ему вар? А, рералу. А, думаешь? Девочка моет посуду, видите? И нас пригласили внутрь, совершенно посторонние люди, представляете? Угостили всякими вкусняшками на поле водой и угостили дыней, которая растет в Мардине Айхан Пробы. Она такая медиатин. Она такая кисло-сладкая. Вкусно? Кисло-сладкая. И покажу вам, она выглядит вот таким вот образом. Вот эта часть как кивина вкус, а вот эта часть как дыня. В общем, такая вот вкусная. И также на Байрам, когда гости выходят, дают вот такие вот конфетки. И... Ага. Ага. И... Айхан Сангестер на своей пролож? Не. Да. Да. Приливают колонны. Старый город Медиати, друзья. Это что-то невероятное. И есть вот такой вот дом искусств. И здесь просто с потрясающей архитектурой, отреставрированный. И здесь преподают различные курсы для детей. Роспись, в общем, ткацкие всякие. В общем, различные курсы. И здесь также под этим домом есть пещеры, которые сейчас тоже используют, все реставрируют и используют, будут использовать. Кстати, здесь недавно снимали фильм. Скоро он выйдет в прокат. Вот такая вот лесенка. Сюда ведет. Скоро кладом, вот хватило следующий год лежит. Что касаемо Усть идиком план oriented. Скоро. Скоро Движения, выгодные, выгодные, выгоды. Выгоды, выгоды. У вас, да, да. Рыгоды, мы созданем, чтобы сделать буль. Придится на это будет, у нас... Выгоды, мы здесь. У нас просто вверх, потом вверх. Рыгоды, вверх, вверх, область. Повыгоды, мы вверх, вверх, выгоды, мне вверх. А вот просто здесь, с собой, мы будем кушать. Они грудные, мы получаем сиахты и конкурента, Распитная комната для курсов в этом доме искусств, и они делают вот такое вот мыло, расписное, интересное, ну и конечно же различные платки из шелка, хлопка, в общем, из натуральных тканей. И вот так вот такие старинные дома выглядят изнутри, здесь комната, где можно отдохнуть, попить чай, кофе, и друзья, кто из вас знает, что это за алфавит? Сейчас попробуем подняться на самый верх, здесь второй этаж и крыша вот этого старинного дома, но отсюда открывается вид на весь старый город. Вот так вот выглядит одна из внутренних комнат, отреставрированных, и из окна открывается, смотрите, вот такой вот вид на другие старинные дома. Очень, конечно же, здесь красиво и атмосферно. После удивительного посещения дома местных жителей, один из их мальчиков показывает нам все вокруг. В общем, вот такой вот у нас проводник сегодня. Представляете, просто мимо шли и зашли, и угостили нас и дыней, и всякими разными вкусностями. Удивительно. Посмотрите, какая красота. А самое классное здесь, конечно же, это люди, которые никогда не перестанут меня удивлять. Но, как я уже писала у себя в фейсбуке, самое главное для меня в путешествиях это атмосфера. Ну, а атмосферу мы создаем сами, своим отношением к окружающей действительности, ну и, конечно же, к людям. Если вы настроены на что-то хорошее, то вас всегда будет ждать что-то хорошее. А вот там вот находится монастырь очень большой, в который мы не успеем попасть. Но если вы приедете в Медиат, обязательно туда сходите. Друзья, здесь настолько красиво и атмосферно, что я просто не хочу выключать камеру. Если бы я ее не выключала, видео бы длилось, наверное, несколько часов. А вот здесь, наверное, одно из самых популярных и интересных мест в Медиате. Можно подняться на самый верх и увидеть весь город. Друзья, сейчас вам стоит затаить дыхание, прежде чем мы войдем внутрь. Посмотрите, какая красота! Здесь находится небольшое кафе и кухня. А там внутри находится колодец. Ну и вот так вот выглядит сама кухня. Я думаю, что вы просто в восторге. от того, что видите, я, конечно, просто поражена. Здесь также расположены различные магазинчики. Из таких. Продают традиционные. И вот такая вот панорама полностью открывается на старый город. И вот по такой маленькой лесенке спускаемся вниз. Здесь невероятно красиво. Можно снимать и снимать. Но нам нужно идти дальше. Друзья, и представляете, вот это вот все жилые дома. Интересно было бы там пожить. Ну, как они выглядят изнутри, вы уже знаете. Поэтому пишите в комментариях, кто из вас хотел бы пожить в таком доме. Ну, хотя бы несколько месяцев. А еще, друзья, в Медиате продают потрясающее вино. Сейчас я вам покажу, как оно называется. Изготавливают его сурьяне. Кто знает, кто слышал про них, пишите в комментариях. И вот таким вот образом выглядит вот это вот вино. Говорят, что оно очень-очень-очень вкусное. Есть много разных видов. Вот это вот, знаете, белое, красное и так далее. И нам дали попробовать вот такое вот красное вино. Очень интересный вкус из местного винограда. И, кстати, мне немножко напомнило вкус канька. Крепкое вино, друзья, стоит это вино. Бутылка 50 литров. Долго копаясь в интернете, я обнаружила, что сурьяне в переводе с турецкого это оказывается арамеи. И арамеи проживали и проживают на территории Турции. Вот в этих районах Диар-Бакыр и Мардин, Хакари. И также Иран, Иран, Сирия. Ну, в общем, читайте в интернете много всего. Есть интересного про них. У них здесь свои храмы, у них здесь свои винодельни. Вино, кстати, очень интересно. Поехали в какие-то пещеры с нашим маленьким проводником. Вход сюда стоит 2 лиры. И, как мне сказали, что здесь находилось первое поселение Медиат. Раньше оно называлось Медиат. Вот такие вот интересные пещеры. Немного похожи на пещеры в Газиантепе. Здесь различные предметы обихода. Ну, люди здесь раньше жили. Видите, стоит мебель. Я думаю, что здесь проходят какие-то концерты. Народ пьет чай. Летом здесь прохладно, а зимой не так жарко. В общем, не очень большая пещера. Но выглядят очень интересно. В этих пещерах очень много комнат. В общем, немножко влажно, но прохладно. Ну, и вот так вот, как я вам уже говорила, здесь люди раньше жили. Ой, наверху закрыто. Здесь три пещеры. И вот одна из пещер выглядит вот таким вот образом. Там есть ход вниз, но мы туда не пойдем. Потому что там закрыто. Потрясающее место. Просто невероятно. После удивительного путешествия по старому Медиату мы пришли на центральную площадь. Здесь много магазинов. Ну и, конечно же, тоже много старых домов. И здесь находится центральный рынок. Ну, не рынок, а центральная улица пешеходная, на которую мы сейчас с вами попадаем. И здесь продают какие-то вкусняшки. Вот такое вот, друзья, длинное видео получилось у нас из Медиата. Сейчас мы отправляемся в Мардин. И разрешите мне, пожалуйста, больше сегодня не снимать, потому что я просто хочу насладиться этим городом. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Приезжайте в Турцию, приезжайте в Ардин имедиат.